всем привет дорогие друзья совсем недавно у нас стояла морозная погода температура опускалась до 28 до 30 даже там до 31 было и вот эта погода навеяла мне тему для сегодняшнего видео о маленьких безбилетных пассажирах и кондукторах которые их выставляют из автобусов готовясь к происходят эти но практически каждый год не по одному и не только в холодное время года в основном получается так что ребенок потерял либо деньги либо проездной либо у него там не срабатывает его проездной либо там забыл карточки будущего ватки дошкольные по которым дети ездят и вот ребенок не может предъявить ничего и денег и каких-то проездных документов люди в комментариях возмущены и делятся обычно такие три лагеря одни возлагают вину за произошедшее на кондуктора считает что кондукторами зверствуют ну и пассажиры тоже которые увидят что ребенка выставляют на улицу и никто даже не может за него заплатить другие обвиняют самих детей их родителей и третий вот таких как я вроде бы этот виноват и другой виноват ну понятно да ведь всякие разные ситуации бывают и в разных ситуациях разное получается ответственные лица у нас произошел тоже такой случай несколько лет назад девочка ехала из поселка в город от бабушки к маме жила там с бабушкой и по-моему я должна была в городе встретить и заплатить за нее почему-то у бабушки не было денег и вот они уже выехали из поселка были где-то там на середине пути а расстояние ну не знаю если честно сколько километров может быть 12 вот они где-то там на полпути находится кондуктор я взяла и высадила шум естественно мама подняла в соцсетях очень много было обсуждений по этому поводу кто виноват вообще конечно кондуктор наверное не должна была так поступать с ребенком она ее высадила вот или где-то там в деревне посреди дороги то есть в другом вообще населенном пункте или там была остановка где-то вот вообще в лесу сады например остановка вот что-то в таком роде то есть ребенок оказался вот один один на пустой дороге и то ли она позвонила маме сказала что ее высадили то ли мама когда встретил автобус увидела что там ее дочки нет стала спрашивать гена но девочку привезли естественно ничего такого в принципе страшного не произошло как это описывают случае когда ребенок там потерялся или там замерз заболел потом насколько знаю ничего страшного не случилось нет но тем не менее стресс-то ведь она испытала да еще какой со слов кондуктора девочка прошла села уткнулась в окно ничего и не объяснила может быть она бы не стала ее высаживать если бы это объяснил ей что вам мама встретит и заплатит вот я представила себя на месте ребенка я была ребенком не из тех которые поговорят с кем угодно и я бы вела наверно себя точно так же вот у меня отправили без денег я должна объяснить мы по делу не смогла объяснить я бы так же села отвернулась если бы кондуктор началами наезжать говорить ты что едешь без денег я тебе сейчас высажу я бы вышла и все я бы не смогла с ними поспорить не объяснить да абсолютно так я бы и сделала вышла бы и сидела сидела или бы может быть пошла в сторону азбеста или в сторону поселка не знаю но спорить бы точно не смогла если представить себя на месте кондуктора но наверное вина ее была в том что она делаю так высадила где-то был похожий случай да на кондуктора даже подали в суд за то что вот она ребенка оставила в таком месте но совершенно неподходящим и это квалифицировали как оставление в опасности или вот что-то такое как-то так статья называется наверное ей стоило бы например позвонить диспетчеру своего предприятия и сказать что вот так и так выехали в уже довольно далеко и обнаруживается что у нее нет денег а вообще я думаю что больше всего виноваты родители сами бабушка не нашла и денег на билеты уж сколько там 100 рублей 40 мама не проконтролировала как у нее ребенок едет должна была тогда попросить бабушку до заказать ее посадить все кондуктору объяснить чтобы она спокойно ехал вот и ребенок бы спокойно доехал не было бы никакого шума кондуктора я этого после этого увидела то есть скорее всего она либо сама ушла и руководство вы не знаю вот такая ситуация вообще конечно я думаю лично я думаю что в таких случаях это вина родителей ребенок может потерять проездной вот у нас посмотришь соцсетях там местные подслужки постоянно нашли проездной нашли банковскую карту взрослые люди это теряют что говорите ребенка конечно может потерять просто терять проездной может потерять там свою карточку школьную либо ну и если такие карточки которые там с терминала считываются мало ли что-то не сработало но положите вы ему какой-то запасной вариант положить ему деньги на дорогу в другой карман вот он потерял полезную он хотя бы доедет мой деньги есть это вот тебе на всякий экстренный случай не потеряй вот и все и не будет таких случаев ну нет могут все на что-то надеемся не пойми на что да а потом у нас все виноваты моего ребенка высадили или вот тоже вчера прочитала вот и высадили а на карточке у нее денег больше не было вот буквально были деньги впритык на одну поездку и телефонами и там не работала у него денег не было и она в десять вечера шла пешком ну и многие писали что вообще в десять вечера делала ребенок в общественном транспорте почему у нее денег было впритык на карточке на одну поездку и почему не было денег на телефоне кто об этом должен заботиться как не родители чем возмущаться в соцсетях обеспечите своему ребенку безопасность сделайте так чтобы он у нас не отказался за бортом автобуса 30 градусный мороз ну вот как-то родители пренебрегают этим а потом все вокруг виноваты да конечно можно сказать что тебе легко рассуждать ребенку идти до школы 15 минут и да я ее одну никогда не отпускаю я всегда я хожу с ней по понедельникам я работаю со второй ее виду потом забираю потом бегу тут же обратно на работу но мне так спокойнее вот я знаю что вот она при мне никуда не денется никуда не уйдет ну кто ее не обидит если бы мне пришлось ее отправить автобусы например вас без краники наверное я не знаю когда поступила посадила бы ее проехала с ней остановку заплатила бы кондуктору за нее сама позвонила родителям что все она едет встречайте вот моя душа была спокойна потому что ребенок даже самый общительный даже самобойки может какой-то момент растеряться может вдруг не сообразить что надо делать все как бывает все они дома смелая а там где надо их нет да вот поэтому я думаю что ответственность полностью на родителях можно конечно сколько угодно говорить о зверстве кондукторов ну вот если мы будем более внимательными будем более заботливыми то тогда и случаев таких не будет всем спасибо за внимание всем пока